Всем привет. В общем, я сегодня что-то перенервничал. Были сегодня в DMV, город Грир. И я сдавал на... вождение. Вождение, тест на вождение. В прошлой неделе в четверг я сдавал на тест письменный, на листочке, на русском языке. А сегодня я сдавал вождение. Сдал вождение и... Что-то нервничал. Не знаю почему. Не бы хотел ждать, хотя я уже за рулем даже сколько, 15 лет. Но все, сдал. Дали бумажку. И сказали, что саму карточку пришлют через... 2-3 недели. Вот. И... Поэтому можете поздравить вместе. Driver Larson, South Carolina. Американский. У меня уже был в Орегоне 15 лет назад. 13 лет назад. На 10 лет мне его давали, когда у меня была виза. Сейчас все. У меня тут уже... Он закончился в 14-м году. И он уже вообще никак не действительно... Нигде его не могли здесь пробить. Может, если в Орегоне было, они бы его пробили. Но сразу заново пришлось сдавать, потому что большой перерыв. Так что пишите комментарии, задавайте вопросы. Больше что-то расскажу. Документы, наверное, в следующем видео. В общем, на этой машинке нужно поменять колеса. На то они передние совсем стерлись. А с той стороны... Все равно все до корта. Нашел б.у.чный. Сложно было найти мой размер. 255 на 65 18. Сложно было найти размер. Но вот нашел. Практически прозвонил, где я спать. Он был. Нигде нету таких юзанных. 40 долларов колесо. Два колеса за 80 долларов вместе со сменой, с перебортовкой получится. Взяли. Итак. Все, привет. Какие документы нужны для того, чтобы сдать на driver license в США? Значит, если вы пришли через Мексику, только могу поэтому сказать, если вы по визе, там проще. Но если вы пришли через Мексику, немножко сложнее. Поэтому в разных штатах по-разному. Просто все по-разному. Вот я конкретно могу сказать про Южную Каролину. Что здесь вам понадобится. Понадобится. Значит, ваш паспорт. Вашей страны. Вам понадобится форма А-94, которую вам дали с границей. Вам понадобится Social Security Number, либо письмо из Social Security Office, что вам отказали пока в нем. Потом вам понадобится еще письмо с подтверждением. Лучше два письма с подтверждением адреса. То есть нам на адрес должно прийти с банка, например, письмо с карты или еще откуда-нибудь. Потом вам понадобится... Потом вам понадобится... Что еще? Все вроде... А, и вам понадобятся ваши права. Если у вас нету ваших прав и перевод их специально сертифицированным переводчиком для DFB. Все, я могу подробно рассказать. Пишите в комментариях. Если нужно будет связаться с кем-то, я напишу свой контакт. Прямой. Там по Атсаб, например, или Вайбер. Телеграм. Все, пишите сначала все в комментариях, чтобы другие люди тоже читали все вопросы. Если перевода прав нет, вы тоже можете сдать. Если у вас прав нет, то только через полгода вы сможете сдать на драйвер-лайсенс. Сдадите тест письменный, но вождение вы сможете сдать только через полгода. Вот такая вот схема. Если у вас нет драйвер-лайсенс. Все. В принципе. Это в разных штатах по-разному стоит. Но вот 2 доллара у меня стоило сдать тест письменный. И 12 с половиной долларов стоил лайсенс. Карточка. 12 с половиной долларов. Здесь. Я даю бумажку, в которой я могу ездить, но я жду прав, где их вышлют через 2-3 недели по почте. Так что так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, все, пока. Так. Батай спик Расшин. Так. Так. Так, ребят, я пришел в Велс-Варго. И сегодня Натан помог мне открыть счет для моей компании. Сейчас я открыл компанию ОЛЦИ. И Натан в бизнесе согласился мне открыть счет. Все просто принес документы, он все заполнил, все показал, дал кучу информации. И в деле списал, что теперь у меня есть карточка и счет. Натан, thank you very much for this. You're welcome. You're welcome. You're welcome. So, now I have bank account for my business. Yes, yes, you're all set. Сейчас у меня есть bank account для моего бизнеса. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Ну, все, открыл счет банки Велс-Варго. У меня здесь открыт и банковский счет банк аккаунта. Ой, в смысле, мой личный счет. И сейчас бизнес аккаунт. Подробнее я расскажу чуть позже, как, в общем, все это открывается. Смотрите следующее видео.